Само слово «панк» с момента появления выражало гораздо больше, чем просто музыкальную принадлежность. Молодые люди по всей планете находили в идеях панка отражение своих собственных идей и, пропуская через себя, адаптировали панк под окружающую их реальность. Таким образом, движение захватило половину планеты, за примерами далеко ходить не надо. Тот же сибирский панк для сих пор является одним из самых ярких, наверное, жанров русской музыки и периодов русской музыки, а фигура Егора Летова до сих пор является иконой для нашего андеграунда, притом вне зависимости от жанра. Получается, что в какой-то момент буквально половина планеты была панками, мир был им буквально переполнен, но сейчас их почти не найти. Что же с ними случилось? Об этом сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Сначала разберемся, в чем же причина популярности панка и почему до сих пор там ваши какие-нибудь одноклассники или просто ровесники до сих пор ставят на аватарки Сида Вишеса и пишут мне в комментах, как же я на него похож, хотя по сути он просто не умел играть, кололся, а потом умер. Дело в том, что мир сам по себе чудовищно несправедлив, и как только человек достигает какого-то возраста сознательности и начинает осознавать процессы в мире чуть более серьезно, он понимает, что мир буквально переполнен несправедливостью, жестокостью, алчностью и так далее по списку. И вполне естественная реакция на это, это нахуй все это, просто все сжечь дотла. И сразу вспоминается, мы здесь еще много раз вспомним текст Sex Pistols Anarchy in UK, и там поется, я не знаю, что я хочу, не знаю, зачем я что делаю, но я хочу идти и разъебывать прохожих. И это естественное желание для любого юноши, сюда и накладывается юношеский максимализм, и все описанное выше, вот собственно таким образом панк захватывал молодые умы. Именно эти настроения улавливал и тонко чувствовал продюсер, идейный вдохновитель, а если прямо откровенно говорить, то создатель группы Sex Pistols Малькольм Макларен, который до того, как заняться музыкальным продюсированием, открывал магазин одежды. И он сначала назывался Let It Rock, после этого Too Fast To Live, Too Young To Die, а затем просто Sex. И это было исключительно ради провокативности, потому что ничего связанного с сексом там в тот момент не продавалось, там продавалась одежда для тедди-боев, это ребята, которые выглядели вот так, и старались одеваться как будто противоположно панку, то есть нарочито вот так классические. Однако сама по себе здоровая надпись Sex привлекала всякую маргинальную, да и не только маргинальную публику в его магазины, и после этого он все-таки начал там продавать фетиш-атрибутику и всякие BDSM штуки, но это не суть важно. Его первым успехом в продюсировании была группа New York Dolls, у которой они были глэмерами, и на закате глэма у них начали кончаться идеи, популярность падала, и как раз Малькл Макларен должен был их подоживить, и он знакомым своим методом провокативности решил сделать из них врагов режима, а враги тогда всего западного мира были, естественно, коммунисты, он одел их в коммунистическую форму, сделал сзади советский флаг, все это, естественно, было фейковое, то есть они там были одеты в ярко-красное, в Советском Союзе так никто не одевался, да и, собственно, сам флаг, там был огромный серп и молот на весь этот самый флаг, но суть в том, что на New York Dolls это совершенно не сработало, потому что остатки публики, которые у них были, они были совершенно не готовы увидеть это, потому что это очень контрастировало с изначальным образом группы, в общем, опыт с New York Dolls оказался совершенно неудачным, и вернувшись в Лондон, Макларен создает Sex Pistols. Почему я говорю создает? В действительности основой группы были барабанщик и гитарист, которые до этого играли в других группах вместе и, по сути, были уже музыкантами, но полноценного состава и какого-то серьезного успеха они не добивались. Они были зато постоянными посетителями этого самого магазина Sex, он с ними договорился, что, ребят, давайте сколачивать группу. И другим посетителем был чувак, который ходил в футболке «Я ненавижу Pink Floyd». По тем временам это было кощунство, и таких футболок не производилось, поэтому он просто купил футболку Pink Floyd и написал на ней маркером «Я ненавижу». И таким вот образом он ходил по улицам, и именно из вот маргинальных личностей, которые сами по себе хотели быть вызывающими и антиобщественными, и создавались Sex Pistols, то есть там совершенно ни про музыку, ни какие-то идеи в этом речи не шло, они были именно маргиналами. И вершиной подобного подхода стал, конечно же, Сид Вишес. Он разгуливал футболки со свастикой по Лондону, и также там были еще и нарукавные повязки, и сам Майкл Малькольм, блядь, Макларен, который еврей по национальности, он организовал продажу этих повязок со свастикой, и молодежь их активно скупала. И в Лондоне, который буквально недавно фашисты бомбили, теперь продавалась их атрибутика. И опять же, важно понимать, она продавалась не потому, что они были идеологически близкими, а потому что пошли вы все нахуй. Я хочу делать просто то, чего не делаете вы. Я просто хочу быть против. Вот такие были панки. И подход Макларена наконец-таки принес плоды. Первый же сингл, как раз-таки Energy in UK, стал супер-хитом, по этому поводу их позвали на ящик, ожидая увидеть и услышать от ребят какое-то новое мировоззрение. Но мировоззрения не было, они были просто против, и поэтому они посрались с ведущим, чем стали еще гораздо более известны на всю Британию. То же самое повторится с выпуском второго их сингла God Save the Queen, будет стычка с полицией, и они станут еще более известны. Правда, на этом успехи закончатся. Меньше чем через год они поедут в американский тур, где всех уже начнет конкретно заебывать то, как группа существует. Сид Вишес, который и до этого не особо играл, теперь совершенно перестал играть, постоянно резал себя на сцене. А Джонни Роттон, их солист наоборот, имел музыкальные амбиции. А очень сложно реализовывать свои музыкальные амбиции, когда один из членов группы не играет совсем, да и остальные не сказать, чтобы особенно музыканты. После одного из концертов Джонни Роттон скажет знаменитую фразу «Вы когда-нибудь чувствовали себя обманутыми?» «Доброй ночи!» Бросит микрофон, уйдет со сцены, и после этого, можно сказать, уйдет из группы Sex Pistols. С этого момента можно считать, что группа уже развалилась, но сам конец Sex Pistols принято отсчитывать от смерти Сида Вишеса. Но как бы с момента ухода Джонни Роттона ничего музыкального, да и в принципе ничего с группой вообще не происходило. Вишес ушел в глубокие запои, за куры, за колы, долго-долго-долго себя убивал, произошел знаменитый инцидент с Нэнси, после чего он вышел из тюрьмы и передознулся. Какой стоит сделать вообще вывод из истории Sex Pistols? Что популярное выражение «people have it» работает не совсем. People have it, но не хавает. Потому что саму панковую идею «быть против» многие выкупили, потому что всегда в мире есть против чего протестовать. И когда ты вот до этого был ребенком, тебя совершенно ничего не волновало, а после этого ты начинаешь понимать это самое мироустройство, видеть его более целостно, тебе этот мир кажется совершенно ужасным, невыносимым, и что вообще его стоит сжечь нахер. Эту идею продали, но когда выяснилось, что за ней ничего не стоит, Sex Pistols стали неактуальны, как минимум, потому что были люди, которым было что сказать. Существует легенда, что на первом концерте Sex Pistols было 18 человек, сам концерт прошел довольно тухло, но зато все, кто на нем присутствовал, после этого основали свои панк-группы. Достоверность этой истории неизвестна, но саму суть распространения панка, она отражает очень хорошо. Врываюсь в свой же ролик с пояснениями. Короче, я очень кайфую с того, что я наконец-то сдал диплом, мы снова выбрались снимать на природу, ловим снова всякие сумасшедшие ракурсы, экспериментируем, в этот раз чуть-чуть наебались с постановкой, и еще я был весь обгоревший, и там было очень много комаров, поэтому я весь ролик чешусь, но это не важно, сам факт того, что я вот эту вот, блин, идею с тем, чтобы микрофон на стойку ставить в каком-то лесу, носил в себе все время написания сраного диплома, и вообще, в принципе, не понимаю, почему блогеры с гораздо большим ресурсом, чем у меня, и финансом, и в плане достать что-то, там и технику, и декорации, они очень часто вообще никак не экспериментируют со съемкой, а визуал, это ведь самое интересное, и я уверен, огромное количество моих подписчиков также ценит визуал, поэтому спешу порекомендовать вам канал мультипликатора, который обучает мультипликации, сам по себе человек крайне опытный, он работал и на студии Паровоз, и на проектах Союзмультфильм, участвовал в проектах Академии Шаг, Реалтайм, и сейчас курирует разработку программы Опентунс, которой работает студия Гибли, Хаяо Мьедзаки, то есть человек очень погруженный в мультипликацию, имеющий в ней много опыта вот со всех сторон, и в принципе слушать его рассуждения не только обучающие, но и просто на какие-то темы связанные с мультипликацией, крайне интересно, поэтому рекомендую вам подписаться, ссылочка в описании. И если смотреть на развитие панка дальше, то наибольшее развитие и наибольший какой-то след в истории, особенно субкультурный, оставили группы, которым было что сказать и в плане идейном, как, например, шикарная группа Dead Kennedys, которые, в отличие от Sex Pistols, были более чем идейно заряжены. Они как раз хотели не просто разъебывать прохожих, а имели вполне конкретные тезисы и претензии, и музыка это совершенно не про то, чтобы выдвигать конкретные объективные тезисы, но когда у тебя есть что сказать, в итоге это выкупят. И это очень круто. И закину такую штуку, что если воспринимать панк как жанр, то вершиной его эволюции я считаю System of a Down. Потому что, понятно, был хардкор панк, и хардкор панк, к которым как раз Dead Kennedys относится, он заслуживает вполне отдельного ролика, который когда-то будет, но именно панк как звук и подход к музыке вершиной является System of a Down. Потому что настолько изъебисто делать простой звук никто ни до, ни после не смог. Можете написать какие-то примеры в комменты, но, по-моему, это было вот такой вот вышечкой подобного звучания, и все какие-то другие жанровые ответвления, они были уже гораздо меньше похожи на панк, потому что там где-то были слишком сложные аранжировки, где-то еще что-то усложнялось, но, короче говоря, панк как жанр в сторону такого позитивного развития ушел в хардкор панк, System of a Down и другие группы, которые разноображивали вот это вот забойное, кочевое, примитивное звучание, а в другую сторону вот это сейчас пацаны соль на рану поп-панк. Ребят, он везде. Поп-панк, вот из, когда панк начинался с каких-то грязных, оборванцев, маргинальных, которые хотели разъебывать прохожих, теперь поп-панк это универсальный жанр для того, чтобы делать безликую музыку. Я в свое время спрашивал в одном из роликов или вообще на стримах про то, что покидайте мне разных рэперов, которые встраивают рок в свое звучание. И в огромном количестве случаев это либо такая панкуха совершенно галимая, при том, что просто панк, что поп-панк, а иногда очень унылый металл. То есть рэперы подходят к этому ну вот так же, как они подходят к написанию остальной музыки с точки зрения сэмплов. То есть для них этот тяжелый гитарный звук это просто очередной звук вот в их бесконечной коллекции этих сэмплов. И если для фанатов рэп-жанра это возможно так и воспримется, что ну блин, трек с не таким звуком как обычно, клево, то я как раз хочу услышать какой-то новый интересный подход к звуку, а нового звука там нет ну совсем. И вот как раз по поводу поп-панкового звучания можно привести миллиард примеров, но просто из последнего смотрел Кубок МЦ и конечно палп-дропову респект за его батлы, но в плане треков он совсем новичок, это очень сильно слышно, и треки выходят крайне посредственные, и вот как раз он в один из раундов решил сделать трек про пьянки и сделать его в стиле поп-панк. И по-моему, это идеальное отражение того, к чему в итоге это панковое звучание пришло. Вот примерно к такому. Завтра мне пиздец, я не буду видеть свет, я забуду слово кэш, я не вспомню, кто я есть совсем. И понятно, что есть примеры того, как вот это панковое звучание брали для того, чтобы делать гораздо более интересную музыку, брали для того, чтобы делать вылизанную попсу, брали для того, чтобы делать просто приятные треки, где-то смягчили звучание, чтобы оно стало там не только для каких-нибудь отвязных парней, но и для нежных девочек, ну и так далее. То есть, жанр не смог остаться таким, как он был изначально, так же, как и не смогли все остальные, но панк еще и очень далеко ускакал от своей начальной сути. Вспомним эту мысль еще в конце видоса. Здесь хочется рассказать историю из разряда «Забытые герои». Был такой челик Пол Уильямс, который как раз в момент зарождения панка, очень хотел стать рок-журналистом. Сейчас это звучит как-то даже нормально, но тогда над ним в основном смеялись. У него была идея, это было еще до повального распространения частной типографии, и что-то напечатать, в смысле, ну вообще, в принципе, что-то напечатать, а что-то напечатать еще и распространить на хоть какое-то количество экземпляров было довольно трудно. Он делал «Зины», это сокращение от «Магазин», то есть, такие мини-журналы, как будто бы отдельные статьи, вот такие вот мини-книжечки, и он ходил, чтобы делать эти самые «Зины», он ходил по различным крупным изданиям и говорил «Здрасте, дайте мне какие-нибудь свежие пластинки, я вот рок-журналист». Над ним смеялись абсолютно везде, типа «рок-журналист, что за херня?» У нас есть люди, которые пишут про события, и описывая события, они заодно описывают концерты, но, опять же, к музыке это имеет очень опосредованное отношение, как вот вам, дорогие мои зрители, повод задуматься, что до сих пор так и есть, чаще говоря, о музыкантах описывают именно события, а не звук, то есть, очень долго до появления Пола Уильямса, и даже сейчас, особенно в России, пишут в основном о том, как кто-то подрался, напился, потрахался, о личной жизни, и чаще о музыкантах, если вот так вот просто человек спросить, при том, что фаната, что не фаната, что вы знаете о музыканте, он будет в основном перечислять какие-то факты его биографии, а совершенно не момент философии звука, хотя это же самое важное, они же, блядь, музыканты, именно этот подход в свое время и раздражал Пола Уильямса, он как раз видел в панках гораздо больше, чем, как сказала бы моя бабушка, бусарей, просто людей, которые хотят нарушать общественный порядок, и все, он видел за этим новый звук, и это было настолько в новинку тогда, что он написал тогда уже большой звезде Полу Маккартни, что вот я делаю рок-журнал, мне интересно задать вам вопросы про Битлз, и представьте, Битлз, блядь, высотища, не факт, что вообще появится когда-нибудь еще в мире более влиятельная группа, чем Битлз, как эта цитата Джона Ленна, что мы стали популярнее Иисуса, но Пол Маккартни согласился дать интервью по почте, потом Жанн интервью по почте он станет такой важной вехой для развития вот как раз подобной музыкальной журналистики, но тогда это было абсолютно в новинку, и как раз почему Пол Маккартни на это согласился, потому что, в принципе, ему очень редко задавали вопросы про музыку и про них, как про группу, в основном спрашивали вот про то, чё, как, там, ля-ля-ля, личная, неличная жизнь, и вот всякие такие вещи к музыке не относящиеся, и именно этот подход Пола Уильямса в свое время подарил ему огромное количество совершенно уникальных интервью и возможностей написать уникальные материалы. Его Зины назывались Кроудэдди, и это был своего рода шедевр Сам Издата. Про Сам Издата, в принципе, очень мало рассказывают, и, кстати, этот ролик отчасти основан на лекции про субкультурную историю, там не так много про панк, сколько вообще про различные протестные движения, ссылку на нее я оставлю в описании, очень рекомендую посмотреть, очень интересная штуковина. Так вот, он не стал, как вы могли заметить, сверхпопулярным. Вы сейчас не найдете Кроудэдди нигде, и даже мне, чтобы нагуглить какие-то материалы для этого ролика, пришлось очень долго покопаться, потому что, если просто ввести Кроудэдди в поиск, никакого даже намека на этот журнал не будет, и на его создателя тем более. Но, почему так случилось? Потому что, в какой-то момент, когда вся эта штука начала набирать популярность, он сам не смог выйти на новый уровень распространения. То есть, например, на каких-то рок-тусовках, когда никто и не мог подумать о том, что есть вообще рок-журнал, кто-то видел этот Зин, и у него было небольшое количество экземпляров, которые он рассчитывал просто бесплатно раздать, в итоге появлялось огромное количество желающих, и этих Зинов не хватало, они ходили по рукам, то есть это было именно локальным хитом. Но вырасти дальше он не смог, и буквально меньше, чем через год, насколько я помню, появился уже Rolling Stones, который мы как раз знаем. То есть, люди, которые делали абсолютно то же самое, что и Кроудэдди, стали гораздо популярнее именно за счет масштабности того, что они делали. И сами создатели Rolling Stones признаются, что Кроудэдди опередил их меньше, чем на год, и, по сути, вот такое вот самое начало и самое первое настолько серьезное отношение к рок-музыке, оно принадлежит именно Полу Уильямсу и Кроудэдди. Притом, он после того, как появился Rolling Stones, он забил на свой журнал, уехал там, как очень многие творческие люди, на восток, чтобы познать себя, помедитировать, и вот вся вот эта вот хуйня бесполезная, извините за мой французский, после этого вернулся, что-то там опять выпускал, потом опять не выпускал, в общем, на этом, можно сказать, история Кроудэдди кончилась, зато вот он породил огромное количество новых музыкальных журналистов, которых до этого не было просто как самого формата профессионала. К чему я вообще веду? К тому, что рассказанные здесь истории, по-моему, очень ярко говорят о том, что панков не стало, именно потому, что нельзя ничего не хотеть. Когда ты хочешь добиваться вот каких-то своих серьезных целей, когда твоя потребность в изменении реальности вокруг, она обретает, ну, не просто характер намерения, а именно перерастает в серьезные действия, и тебе нужно, чтобы тебя воспринимали серьезно, ты не можешь пить мочу из кроссовок, условно говоря. И это в свое время поняли даже сами панки на примерно эту тему снят довольно неплохой фильм Панк из Солт-Лейк-Сити, который я вам рекомендую посмотреть. Как раз о чем он, о таком своеобразном понятии, которое называлось марш по кабинетам. Что это значило? Как раз таки вот то, что я говорил в начале ролика, когда полпланеты было панками, возникла такая идея, что сейчас мы возьмем, устроимся в различные властные структуры, и, так как мы панки, наворотим там всякого, мы эту систему изнутри сломаем и камня на камне от них не оставим, при этом бескровно и так далее. То есть разрушим систему изнутри. Идея, казалось бы, отличная, и в панке из Солт-Лейк-Сити как раз очень хорошая деталька есть, что молодой панк, отец которого хочет, чтобы тот стал адвокатом, как и сам отец, он удивляется, как его отец, который в молодости был хиппи, теперь вот работает на эту жуткую государственную бюрократическую машину, хотя сам он, по сути, зеркальное отражение того же самого. Я не буду спойлерить вам сам фильм, но огромное количество панков, в итоге, уйдя вот в эти вот структуры, системы, против которой они противостояли, стали ее винтиками, и, казалось бы, самыми обыкновенными функционерами, и новые, условно, панки следующего поколения, увидев их, никогда бы не признали в них своих, что, мол, они такие же противосистемные. Почему? Потому что, ну, я в одном из роликов говорил, что бесполезно выдумывать себе врагов, потому что вот таких вот абсолютно черно-белых злодеев нет, у всех свои мотивации, и как раз-таки эти панки, они, оказавшись внутри системы, которой они противостояли, осознали внутренние проблемы, и поняли, что эта борьба, она не может быть через сжигание, что мирным методом мы хоть и долго, мучительно, и иногда кажется, что это абсолютная стагнация, но только так что-то достигается. Раньше не было лучше, сейчас наилучшее время. Почему? Именно потому, что идейно заряженные люди, не которые были просто против, а которые сублимировали свой протест в какие-то реальные запросы и сделали на основании этого реальные действия, сделали наш мир лучше. Поэтому, как бы, номинально панков не осталось, но панк подарил нам огромное количество людей, которые противостояли не просто системе, а конкретным ее несовершенствам, меняли их, и, возможно, однажды мы даже доживем до какой-нибудь, вот, так же, как было Мету, это были массовые признания, ну, Мету было относительно изнасилований, но вот могло бы быть такое же Мету относительно какого-нибудь своего панковского прошлого. Я думаю, огромное количество людей в пиджаках рассказали бы про свою молодость и про то, как они носили там косухи, делали себе ракес и так далее. Вот такие вот дела, поэтому, дорогие друзья, панком остаться не получится, но принести реальную пользу обществу более чем возможно. Однозначный вывод здесь сделать сложно, но, по-моему, наилучшее, что можно сказать, это то, что сам протест должен быть созидательный, направленный и сформулированный. Конечно, не самый лучший пример, и далеко не самый масштабный, но, например, ебаназия для Сейна у меня в инстаграме, кто знает, это тег, который я вообще начинал как просто мое личное ебнутое увлечение. Меня раздражает вот такие каноны инстаграма, которые есть, что ты вечно постишь свое ебло на разном фоне, там, еду, и все такое уныло, однообразно и никак не отражает тебя вот как личность, которую что-то содержит. И поэтому я начал делать просто фотошопные сумасшедшие изъебы. Однажды я писал это в одном из своих роликов, думал, что замотивирует чувачков там месяц вот такие штуки поделать. В итоге больше года, может уже даже два, живет эта штука, люди с помощью нее знакомятся из разных городов, делают коллаборации. Советую вам в принципе на мой инстаграм подписаться и зайти посмотреть, что делают чуваки в ебаназии для Сейна. Но вот вам пример созидательного протеста. Просто когда вам что-то не нравится, возьмите, сделайте по-другому и лучше. На самом деле общественный запрос на подобное есть всегда. Просто вы не слышите его, потому что трудность именно в том, чтобы его сформулировать. Всякое я убежден, что все говно в мире живет потому, что просто не нашлось достаточно талантливого и заряженного человека, чтобы сделать это по-другому. Вот такие мысли. Дай бог, чтобы вы оказались такими людьми и сделали нам там прекрасную Россию будущего и прекрасную планету будущего, а потом прекрасный Марс будущего. Спасибо, что досмотрели. Вы знаете, где кнопка подписки. Да! В лесу пизда-то орать!